Сегодня в стране всероссийский выпускной и Алтайский край не стал исключением. Однако в связи с ковидными ограничениями провести полноценную встречу оказалось невозможно. Но для онлайн-формата был выбран центр цифрового образования IT-Cube. Здесь школьники изучают современные цифровые технологии, робототехнику и языки программирования. Однако несколько выпускников все-таки смогли лично посетить центр. В Барнаул приехали самые успешные трудолюбивые школьники края, которые уже достигли значимых высот в области науки. Во время сегодняшней встречи юные ученые поделились своими идеями. Моё исследование посвящено изучению состояния древесно-кустарниковой растительности города Заринска. И мной уже был разработан план по этапной замене древесно-кустарниковой растительности. Хотела бы, чтобы в дальнейшем данная практика распространилась и на другие населенные пункты Алтайского края. Более тысячи уже бывших школьников из 69 муниципалитетов наблюдали за ходом встречи в онлайн-формате. А чтобы и они могли рассказать о своих идеях, был запущен специальный интернет-портал, где более 400 выпускников поделились своими мыслями, мечтами и планами на будущее. Иван из села Брусенцова хочет в будущем открыть завод по переработке растительного сырья в Усть-Пристовском районе. Виктор Томенко поддержал выпускников в их начинаниях и рассказал о собственных планах на жизнь, которые строил в юности. Хотел стать профессиональным спортсменом, не будем говорить великим или каким-то, но мне казалось, что это возможно. И этому надо посвятить всю жизнь. И мы занимались баскетболом, и я, мне кажется, им даже как-то вот как будто бы болел. В конце мероприятия выпускники и их преподаватели получили награды, дипломы и грамоты за свой труд. Теперь подростков будут ждать вступительные экзамены в вузы, и многие, кстати, вполне уверены в своих силах, ведь науке они посвятили практически всю свою школьную жизнь. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.